Друзья, всем здорова, с вами Боб и у меня на столе сейчас супер-пупер фототехника, полароид и куча картриджей к ней. Погнали смотреть! Да уж, на самом деле супер-пупер фототехника это не назовешь, скорее всего просто баловство. Я, честно говоря, не особый фанат всех вот этих вот распечатанных фотографий, здоровых рамок на стенах, каких-то фотоальбомов. Для меня все это как-то дико, ну и не современно. То ли дело какой-нибудь айфото, где ты можешь посмотреть все свои фотографии по местам, по геолокации, по различным людям и по прочей другой какой-нибудь полезной информации. Однако идея купить именно полароид у меня возникла на CS 2018 и там был огромный фотоаппарат, как раз таки One Step 2, на котором вас могли сфотографировать и дать вот такие вот карточки на память. И мне, честно говоря, показалась эта идея, ну реально прикольной. У меня вот здесь вот висит огромная карта картины, я отмечаю на ней флажками те места, где я был. Теперь, наверное, я буду вешать еще вот такие вот замечательные карточки на нее. И, честно говоря, я не особо понимаю, как это будет на самом деле выглядеть, потому что, когда я беру в руки какой-нибудь телефон и делаю фотографии именно с него, я делаю порядка 10-20 фоток одного и того же объекта с разных ракурсов, а может быть даже и с одного ракурса. И сейчас у меня где-то порядка 250 гигов с этими фотками. И я как-то, честно говоря, попытался все это разобрать дело, удалить дубли, но понял, что это займет где-то, наверное, у меня еще полжизни. И с Polaroid такая тема, кстати, не прокатит, потому что здесь нужно покупать вот такие вот кассеты. Здесь всего 8 шотов и стоят они достаточно прилично из того, что подходит вообще под One Step 2. Это обычные фотокарточки с белой рамкой, цветные. Это точно такие же цветные карточки, но с разноцветной рамкой. И есть вот такие вот черно-белые фотки на белой рамке. И, в принципе, все. Я как раз-таки взял попробовать все цветных обычных на белой рамке. Я взял три пачки про запас. И, честно говоря, я не особо уверен, что удастся показать вам, как работают все эти карточки, потому что я боюсь, что если мы вставим какую-то кассету в Polaroid, вытащить уже после первого кадра ее не получится, иначе засветится пленка. Но я не уверен, посмотрим, потому что никогда Polaroid не владел. И, честно говоря, не особо понимаю, как он устроен. Но у меня здесь есть пример обычной цветной фотокарточки на белой рамке, черная фотокарточка на белой рамке. И поэтому я думаю, что тестировать мы с вами как раз-таки будем цветные карточки. Как я уже и говорил, у меня никогда не было Polaroid. И в моем далеком-далеком детстве это, конечно же, было дико модно. Еще во времена пленочных фотоаппаратов. А тут какой-то фотик, и сразу тебе выдает кадр. И это было, безусловно, круто. Но вот прошло не одно десятилетие, и я, наконец-таки, смог себе его позволить. По цене, друзья, сам фотик OneStep 2 стоит 100 баксов. Есть в двух цветах, черный и белый. Я, конечно же, взял себе белый, потому что меня, честно говоря, уже достал этот мрак. И мне реально хватает этой черноты за окном в Питере. Сами карточки цветные на белые рамки и черно-белые на белые рамки стоят по 16 долларов. Здесь 8 снимков. Вот такая вот коробка именно с цветными рамками стоит 20 баксов. И, в принципе, мне кажется, это не очень дорого. То есть один снимок у вас получается где-то, ну, 100 рублей плюс-минус. В России, друзья, 12 штук стоит фотоаппарат. Карточки полторы-две тысячи. Это даже больше, чем в два раза дороже, чем купить на официальном сайте Polaroid в Америке. И я, честно говоря, не понимаю, зачем вы пользуетесь магазинами в России, когда есть Алиэкспресс, когда есть магазины в Штатах. Я никогда не пользовался Алиэкспрессом, поэтому, ну, не особо могу рассказать вам что-то про него и как это все работает. Но мне, честно говоря, и хватает зарубежных сайтов, именно американских. То есть я захожу на обычный американский сайт того же Polaroid, того же DJI, покупаю себе без каких-либо наценок, без налога. Доставляю его себе на адрес в Америке и компания пересылает мне за 20-30 долларов. По-моему, 30 долларов вот это вот все стоило переслать мне из Америки. Прямо в мою парадную в дом, потому что у меня есть пункт выдачи. Но этих пунктов выдачи по России дофигища. Конечно же, реферальная ссылочка будет внизу в описании на бандерольку, где за каждый ваш заказ мне дадут по баксу. Но это реально удобно. Ладно, друзья, хватит репаться и давайте открывать. Я, честно, без вас его не распаковывал и я не особо представляю, как это все работает. Но сейчас, в принципе, и посмотрим. Ну, коробка, кстати, весьма очень позитивненькая, яркая. И это то, что надо. Потому что всей этой черноты уже реально хватает и на улице. Если вы, конечно, не живете в какой-нибудь солнечной Калифорнии, то брать черный фотик, ну, это совсем зашкват. Слушайте, все, больше ничего нет. У нас фотоаппарат, инструкция, шнурок и я рискну предположить, что это зарядка. То есть, даже блок питания нет, обычный USB, USB, micro USB. Да, все больше ничего нет. Единственное, непонятно, зачем они сделали две коробки. То есть, внутри коробки еще обычная, однако, картонная обычная коробка. Сам фотик достаточно такой тяжелый. Здесь есть обычное крепление для штатива, то есть, можно поставить на штатив. Вот единственное, кстати, мне еще непонятно, есть ли здесь какая-нибудь удаленная съемка, либо по таймеру, как это работает. Ну, то есть, чтобы можно было поставить и снять двоих. Здесь есть у нас, да, разъем обычный micro USB для зарядки. Включается он вот таким тумблером, потом включается еще здесь кнопочка. Ну-ка, включайся, да, включается здесь. Я рискну предположить, что это зум, но что-то как-то пока ничего не работает. И, в принципе, есть возможность включить или отключить вспышку. Я, честно говоря, не особо понимаю, как вот она показывает, что она включена или выключена, потому что здесь просто кнопочка со вспышкой. Либо ее надо зажать и держать, и фоткать, потому что никакой индикации, включена ли сейчас вспышка или не включена, нет. Кассеты у нас вставляются очень просто. Здесь такая защелка, туда это все дело заезжает, и, в принципе, все. Ладно, давайте откроем кассеты, как я говорил. Давайте не будем открывать с видными рамками. Я открою обычное, потому что мне кажется, что сейчас пару кадров, а может быть и всю кассету мы и споганим с вами. И, кстати, ну такая упаковка герметичная, да, скорее всего, точно не получится засунуть их сюда и потом вытащить без засвета. Либо это, может, просто герметичная упаковка для транспортировки. Но, давайте сначала почитаем инструкцию. О, наклеечка. У меня, кстати, есть такая с СС. Даже на русском, прикиньте, есть. Вот я купил в Америке, на официальном сайте, в инструкции есть на русском языке. Да, смотрите, при закрытии крышки здесь будет удалена какая-то специальная защитная заслонка, и поэтому, если мы откроем крышку, то, в принципе, все. Фотографии считайте потерянными. Касательно вспышки. Да, все верно, как я и говорил. То есть, чтобы сделать снимок без вспышки, нужно удерживать вот эту кнопку вспышки и нажимать уже на кнопку кадра. Но пишут, что без вспышки будет намного фигово. Но у меня, кстати, сейчас очень хорошая здесь освещенность, и мне кажется, что вспышка нам здесь не нужна. Но мы попробуем и так, и так, и посмотрим, что получится. И меня еще интересует, что вот эта вот эта кнопочка, плюс и минус. Мне кажется, что это какой-то зум, но что-то не особо что-то происходит, когда я его переключаю. Так, короче, это не зум, это именно регулировка яркости. То есть, мы можем сделать более засвеченную, более затемненную фотографию. И вот сейчас, ну, давайте оставим... Давайте нет, давайте мы сделаем самую затемненную, самую засвеченную, и попробуем со вспышкой и без вспышки, вот при таком освещении, как это получится. Дальше, что здесь еще нужно знать, что после съемки нужно достать фотографию, закрыть этот защитный кейс и положить фотографию лицом, ну, то есть, именно стороной с картинкой вниз и защитить ее от света, чтобы никак кадр не засветился. То есть, у меня здесь куча света, и поэтому нужно будет быстренько его спрятать. В принципе, наверное, все, здесь больше особо ничего интересного не написано. Ну, и здесь еще, кстати, касательно остатка кадров, здесь есть 8 индикаторов, которые вам показывают, сколько у вас осталось фотографий. В принципе, все достаточно просто. Давайте засунем теперь кассету. А, ну, это, наверное, вылезла, собственно, защитная, защитная какая-то фигня. Ах, фигня, а как ее достать теперь? А, вот так вот. Прикольно. Что-то туда убралось, не знаю, то ли это или не то. Ладно, у нас, в принципе, фотоаппарат показывает 8 снимков, и давайте, я не знаю, сделаем первый снимок моей камеры. Давайте сделаем снимок карты, я вам покажу, собственно, ту карту. И сейчас мы будем делать, ну, давайте сделаем со вспышкой и минимальная затемненность. Ну. Угу. И прячем. Прячем от света. Показывает, что, собственно, не хватает одного кадра, и теперь давайте попробуем сделать, в принципе, ту же картину, но без вспышки. Опять прячем. Ну и со вспышкой и максимальная засвеченность. Главное потом не спутать. И без вспышки максимальная засвеченность. Господи, я уже забыл. Ну, в принципе, я запомнил, в какой последовательности я их положил. В принципе, вот, друзья, вот так он фотографируется. Сейчас мы с вами посмотрим, что из этого получилось. Пока что покажу вам те кадры, которые сделали как раз-таки на CS. Это обычная черно-белая фотокарточка. Качество, конечно, ну так себе. Ну так себе, это цветная. Но, блин, мне кажется, для таких вот прикольных моментов, именно для какой-то памяти, для карты моей, в принципе, сойдет. То есть это именно какое-то баловство. Конечно, таких клевых картинок, как на какой-нибудь там Canon за 150 тысяч рублей, вы не получите. Но так чисто поприкалываться. Тем более вещь стоит всего 100 долларов, и, в принципе, это нормально. Ладно, давайте посмотрим, что-нибудь у нас там появилось или нет. Хотя, мне кажется, что еще рано, потому что этих фоток мы ждали, наверное, минуты-две, когда они проявятся. Две-три минуты. Нет, друзья, фигня. Ждем пять минут. Итак, вот у нас четыре кадра. Я их все подписал, чтобы, не дай бог, не перепутать. Но пока что они у нас, ну, очень плохо проявились. Мы еще подождем. То есть пока что вот такие вот у нас результаты. И прошло где-то уже, наверное, минут пять реально. Ну, то есть вот самый первый кадр уже видна здесь. Картина от чертания здесь пока ни черта не видно. Но подождем, я их уберу от света. Подождем еще минут пять, наверное. Слушайте, друзья, ну, на самом деле, уже потихонечку начало проявляться. И, в принципе, уже видна разница между фотографиями. Давайте покажу. Это была сделана самая первая. Да, это была сделана самая первая. И здесь у нас стоит, по-моему, минимальная яркость. Да, изначально я выставил именно минимальную яркость. И со вспышкой. Я вот здесь подписал, чтобы не забыть. И вот так вот она выглядит у нас. Для примера, вот эта фотка была снята, ну, в достаточно плохой освещенности, на самом деле. Там было очень так мрачновато. Но она поярче. Я думаю, что они еще все-таки немножко подпроявятся. И нужно просто больше времени. Сейчас где-то, ну, прошло минут десять уже с того момента, как я сделал эту фотку. Возможно, нужно немножко больше. Эта фотка была сделана без вспышки. И, смотрите, несмотря на то, что у меня очень хорошее освещение здесь сейчас прям, ну, реально очень хорошее, она достаточно темно получилась. То есть, даже если у вас вот такой вот выставлен свет, в принципе, можно спокойно и смело делать фотки именно со вспышкой. Ну, сравните, она на самом деле достаточно темно получилась. Но хотя у меня была выставлена именно самая минимальная яркость вот здесь вот на фотоаппарате. Что у нас дальше? Здесь у нас максимальная яркость. Но здесь, на самом деле, еще не особо проявились фотки. Они более-менее уже такие видны. Но все-таки все равно нужно еще подождать минут десять. Хотя, мне кажется, я не сильно большой разницей делал снимки. Может быть, в пару минут. Поэтому должны проявиться. Ну, то есть, вот эти фотографии, это у нас со вспышкой, это без вспышки. И, в принципе, в принципе... Ну, она темнее все равно, конечно. Но прям не настолько уж темнее. Давайте сравним все. Я сейчас выложу. Ну, в принципе, здесь понятно. Здесь у нас со вспышкой была. Здесь без вспышки. И здесь то же самое. Со вспышкой и без вспышки. Фотки. Здесь у нас минимальная яркость. Здесь максимальная яркость. И, в принципе, пока что самое нормальное, это с минимальной яркостью и со вспышкой. То есть, ну, надо, наверное, выставлять, ну, в зависимости от освещения. Если какая-то это обычная дневная погода, то, наверное, ставите среднюю яркость. И все-таки все равно делаете вспышку. Хотя, хотя, не знаю. В общем, надо тестировать, друзья, на солнце. Но вот в плохой освещенности в здании вот получилась такая замечательная фотография. В принципе, это фоточки именно такие. Какие-то коллекционные больше. Поэтому мне кажется, что здесь прям такое совсем качество и не нужно. И поэтому любая из этих фотографий получилась вполне себе достойной. И ее можно куда-нибудь налепить. Но будьте аккуратнее именно с яркостью. То есть, вот в дневной свет, прям в яркую-яркую погоду делаете минимальную яркость. И, наверное, делаете без вспышки. И получатся вот такие вот замечательные фоточки. Все, друзья. Вот, в принципе, и все. Кому понравилась эта техника, обязательно оставлю ссылочку на официальный сайт. Также у меня есть ссылочка на бандерольку, через которую вы можете, в принципе, все это доставить. Там вы сможете посмотреть ваши пункты выдачи, рассчитать стоимость доставки. Но конкретно вот этого комплекта, самого Polaroid и 5 кассетам не обошлось где-то в 35 долларов. Это не так много, особенно если учитывать то, что фотоаппарат стоит 100 долларов. У нас он стоит в два раза дороже 12 тысяч рублей, не долларов. Все, друзья, всем огромной удачи. Спасибо, кто смотрел это видео. Если оно вам понравилось, обязательно поставьте свой лайк, подпишитесь на канал, тыкните в колокольчик. Ну и, в конце концов, поделитесь этим видео. Всем огромной удачи и пока. Субтитры сделал DimaTorzok